Приветствую всех на канале Привет, я Индия. Не забудьте поддержать канал лайком и оставьте комментарий. Так что, может сходим в кино? Нет? Готов? Одна я не кормила коровок. Здесь видела как раз, проходила, проходила одна. Вот она красавица стоит. На, красавица, иди сюда. На. На, на роте, чего ты стоишь? На. Не веришь своим глазам или что? Дай тебе. Такая нервная. Ну тебя. Ну тебя. Рогами так своими. Собака ходит, видите. Коров надо так кормить, стоять над ними, чтобы собаки не забрали у них еду. Для начала, когда ссорятся, ссорятся, бодаются. Что муж пьет? Витамин С. Витамин С. Да, муж уже очень долго не бегал. Наверное, не знаю, сколько муж. Четыре месяца. Четыре месяца. Из-за брата в последнее время очень он весь на нервах и себя тоже, в общем-то, что называется, похерил. Ну, я, конечно, за то, чтобы он занимался спортом. Сегодня вот первый день. Со своим братом двоюродным. Сколько вы пробежали? Шесть. Тяжело было тебе сегодня? Ну, конечно. Тяжело? Ну, конечно, четыре месяца. Прям спортом не заниматься. Раджиш, прям, чтобы вы хотели знать, он не то, чтобы не только бегал, а вообще даже перестал ходить в свой тренажерный зал. А что ты, Раджиш, перестал действительно? Просто... Ну, начинай потихоньку. Ты что? Себя-то нельзя. Себя-то нельзя запускать, Раджиш. Ну, конечно, ни в коем случае. А в ядерной путь? Ну, сегодня же ты проснулся. У тебя же всегда звенит будильник. Надо просто встать и все. Разленился немножко, ну, ничего. Начнем с собой заниматься. Я тоже, кстати, уже Раджиш сколько не делала упражнение. Наверное, месяц точно. Или около того. Тоже все время на себя нет времени. Так что начнем заниматься. Я тоже сегодня точно вот начну. А у меня сегодня на кухне обычный рабочий день. В скороварке варится чоли. Чоли это нут на хинди. Но я буду готовить чола абатура. И для этого я принесла белую муку. Белой муки у меня дома не было. Это называется меда на хинди. Нет, на английском. Меда это на английском. На хинди, если честно, я даже не знаю, как называется белая мука. Вот мой недопитый кофе с молоком. Лука тоже купила. Лук закончился. Сегодня будем готовить чола абатура. Класс. Я, кстати, еще ничего не успела приготовить. Сейчас надо быстренько что-то приготовить. Потому что муж... Мужу сейчас быстро будет уходить на работу. А у нас завтрак никакой не готов. Кстати, вот писали мне тоже люди. Очень много. У нас тоже есть возможность нанять себе помощниц. Но мы этого не делаем. Мы делаем это сами. То, все. Пишут всякое. Я не знаю, что вы хотите мне этим сказать. У нас возможность нанять помощницу. То есть, есть у каждого вообще в Индии. Абсолютно у каждого. То есть, у среднего класса у всех есть помощница. Вот у меня одна единственная помощница вообще. У меня в доме. Но дело другое. Если вы хотите, допустим, 10 себе помощниц взять. Допустим. Это уже говорит о каком-то статусе. То есть, у меня только одна. Я ей плачу 4 тысячи. Она у меня убирает. Она у меня моет пол. Она у меня моет сверху обе машины. И моет посуду. Вот это как бы и все. Но многие-многие нанимают по несколько. По нескольких помощниц. То есть, они у них и в доме полностью убирают. И вещи сушат. И снимают. И дополнительно, в общем, делают всякую работу. То есть, ну, такого плана. То есть, у людей есть и 3, и 4 помощницы. Есть даже помощницы, которые гладят дома. Ну, в общем, много всяких помощниц. Поэтому дело не в том, что я даже могу, не могу. Просто я, допустим, сейчас справляюсь с работой, да? С лишней. Я это все делаю. Но делать самой, мыть пол, мыть двор, мыть машины. У меня нет на это времени, понимаете? У меня просто на это времени нет. Вот сегодня, допустим, выходной. Я встала, я полила цветы. Я сняла паутину полностью вот во дворе. Я сегодня поснимала. Ну, кое-что вот, кое-что по дому успела поделать. А так, вообще-то, у меня времени не хватает. Я встаю, и мне нужно готовить мужу на работу тормозок в первую очередь. Потому что в 9 часов он уже уходит на работу, понимаете? А кроме того, если честно, я просто даже, я просто даже не хочу. У меня, во-первых, больная спина. Я промучилась с ней всю жизнь. Вот после того, как я бросила вот эту всю тяжелую работу, наклоняться. Это же в наклоненном виде надо убирать этот двор, да? Этим веником, этим вайпером. Если честно, я просто уже не хочу. Я не хочу уже грубить свое здоровье. Поэтому меня устраивает то, что у меня работает помощница. Тем более, она тоже очень рада у меня работать. По нашим меркам нашего города и именно нашего района. У нас как бы считается деревня. Я плачу ей очень хорошо. Таких зарплат нет вообще у нас здесь. Причем каждый год я повышаю ей зарплату. То есть постоянно плачу. Причем, если что-то вот, она мне в чем-то, допустим, помогает, я плачу ей за все абсолютно отдельно. Поэтому она довольна и счастлива. И я довольна и счастлива. Я очень ее люблю, очень дорожу нею. Поэтому меня, например, все абсолютно устраивает. И сама я этого уже делать не хочу. Вот и все. Чего лабатора? Я все равно сейчас не успею приготовить. Поэтому, как всегда, у нас сэндвич. А здесь я готовлю вафли. Кстати, вегетарианские без яиц. Ну, как всегда, у меня все без яиц. Единственная в чем проблема, у меня вафельницы специальной нет. Поэтому я готовлю в обычном вот этом сэндвич мейкере. Но они получаются не такие криспи, конечно. Не такие хрустящие, как вот, как должны быть вафли. Но, должна сказать, что вкусные все равно. Достаточно вкусные, мне нравятся. Мы вот вчера, нам так захотелось вафли, и мы их, в общем, наделались на ночь глядя, наелись. Ну, сейчас тоже мужа угощу, если он захочет, с чаем. И планирую передать детям моей помощницы. Я тоже всегда, вот когда готовлю дома что-то такое вкусненькое. Тортики, шмортики, кейки, вот какие-то сладости. Я всегда, всегда для ее деток, всегда передаю. Поэтому нам, в принципе, хватает. Всегда мы много сладкого не едим. Ну, а вот именно бедный народ, именно бедный народ, они очень-очень любят сладкое. То есть для них сладкое, это вообще прям вот любимая вкусняшка. Поэтому я часто вот передаю ее детям. Они с удовольствием, они просто с удовольствием едят вот то, что я готовлю. Кстати, часто передаю и блинчики, и сырники. И, в общем, много чего именно наших таких вот вкусняшек очень им нравится. Едят с удовольствием. Видите, какие они получаются. Ну, сюда сразу. Сынович для мужа. Сразу же. Кстати, очень удобно иметь такой вот сэндвич-мейкер. Очень удобно. Здесь я делаю абсолютно все. И сэндвичи делаю. Знаете, многие люди даже здесь рыбу жарят без масла. Потому что вот здесь антипригарная поверхность. Поэтому все можно жарить без масла. Все равно неплохо получается. Есть же разные вафли. Есть вот эти бельгийские, по-моему. Они там вообще сверху как бы такие прижаренные, а изнутри пышные. Ну, это вот типа... Это что-то у меня получилось, типа вот именно бельгийских вафлей. Пышных таких. Ну, я планирую, конечно, все равно купить вафельницу. В вафельнице это будет совсем другое дело. Мы немножко решили выехать с мужем погулять. Поездить по городу. Конечно, вот это же и показываю. Трехцветный флаг. Везде развешан, украшен город. Сегодня день независимости. Ну, конечно, еще не вечер. Еще далеко не вечер. Самая красота и огни появятся, конечно, только вечером. Ну, пока должна сказать, что пусто. Да, Раджиш? Едем по дороге как-то нелюдно. Ну, здесь уже, конечно, в сторону мола все занято. Кстати говоря, хотели сегодня сходить в кино. Вообще все полностью заняты места. Ни одного места свободного. Но сегодня люди, по всей видимости, вечером гуляют. Ой, закат красивый прям. Очень. Ну, еще рано, рано, видишь, что здесь огни тоже не включили. Еще пока рано. Это мы уже въехали на Нигерунагар. Самое тоже место такое для гуляний. Но пока никаких гуляний мы не видим. Ну, еще и не вечер. Ну, я смотрю, все магазины, аптеки, даже дома украшены полностью трехцветными шариками или флажками. И в сегодняшний день у каждого в машине практически стоят вот такие магнитики или флажки. То есть, все-таки люди даже свои машины украшают своим национальным фланом. Только посмотрите, корова стоит спокойно себе прямо на дороге и жует траву. Неужели ей только трава здесь встретилась? Травы-то много здесь по обочинам. Никто ее не прогоняет, никто ей не мешает, все аккуратненько ее въезжают. Смотри, стоит и кушает траву себе спокойно. А почему светофор не работает? Вот это он уже выключился, мало дают, чтобы проехать, мало дают времени. Вы посмотрите, что творится. Во-первых, даже проехать нормально не дают люди, блокируют полностью нам проезд. То есть, мы могли бы отсюда выехать, но вы посмотрите, что творится. Прямо проезжают между машинами. Сейчас туда, Раджиш, но когда мы ехали еще, только-только начался желтый свет. Только-только переключился. Еще и корова идет, вот, прямо перед нами. Как ты тут проедешь быстренько? Ну давай, Раджиш, проезжай, пока пусто. Можно как-то проехать потихонечку. Вообще, короче, даже при том, что светофоры везде стоят, правил дорожного движения. Боже мой, мне не дадите сестры не... Ох ты мой, что... Слушай, давай где-то там оставим, пешком пройдем. Я здесь хочу пройтись, посмотреть, что сегодня творится. Вообще... А как потом найдемся? Я пошла внутри, а ты поставишь машину и придешь? Ну хорошо, я тогда встану сейчас. Боже, да тут точно для парковки места не будет. Это что-то невероятное сегодня. Очень жарко. Зашла внутрь и первое, что я чувствую, это как жарко и душно. То есть людей сегодня настолько много, что кондиционеры, по всей видимости, не успевают охлаждать. Но вот сюда немножко уже иду дальше, чувствую какой-то более-менее холодный воздух. Да, посмотрите, все магазины украшены, абсолютно все. Везде висит или национальный флаг, или вот даже, смотрите, реклама тоже в трех цветах национального флага. До сих пор вижу в некоторых магазинах есть еще сели. Здесь тоже все украшено шариками, флагами. Вот такими вот разноцветными гирляндами. Белый, зеленый и цвет сафрона. Здесь тоже украшено. Посмотрите вверху, как украшено. Играет национальная какая-то музыка. О, муж мой уже и пришел. Пойдем. Муж хочет посмотреть себе обувь. Пойдем посмотрим. Патриотическая музыка играет сегодня. Никакого попа. Ему нужны очень удобные такие вот, очень удобная обувь. Которая вот на каждый день. Но я должна сказать, что у мужа ноги болят. Он устает очень, конечно, от работы. Поэтому обувь ему нужна очень хорошего качества. Мягкая, удобная. Ну, скажем так, идеальная. Смотрите, вот какая особенность, как здесь обслуживают. Здесь вот клиент вот так вот садится, размывается. И они вот даже сами могут обуть ему на ногу полностью обувь. Вот так вот садится, подбирает размер. Если человек, допустим, не знает свой размер. То есть вот такие даже моменты. Раджеша, ты выбрал? Ты сразу так сел? Вот эти тебе не нравятся? Мне очень нравится. Нет, я вообще имею в виду, черные тоже есть. Такой и под джинсы, и под брюки тебе подойдет под все. Классика, можно сказать. Посмотрим еще. Ну и конечно же, конечно же, нам нужны кожаные. Только кожаные будем брать. Посмотри, Раджеш, вот эти тоже неплохие. Твой размер, твой размер только. Еще вот такой вот цвет есть, другой, нет? Я просто предлагаю, Раджеш, я просто предлагаю. Смотри, вот эти комфортные. И вот такие, посмотри, Раджеш. Раджеш, вот такие вот, посмотри, без них. Раджеш рассказывает, что там... Раджеш, я их уже отдала. Да я их уже отдала, ты же сказал отдать. Я отдала уже служанке. Раджеш, вот такая вот бляшка поломалась. И он сказал мне отдать помощнице. Я ей отдала. Конечно, она давным-давно уже забрала. Ну, это точно такие, Раджеш, как у тебя есть. Я, конечно, все понимаю, но для разнообразия. Ну, возьми двое, Раджеш. Тебе двое все равно нужны. Ничего страшного. Я возьму тебя за свои. Тебе нужна обувь, у тебя нет нормальной обуви. Тем более он так редко приходит что-то покупать, поэтому мы обычно берем ему двое сразу. Вот эти были большие? Ну, это точно прям такие, как у тебя были. Прям совсем-совсем такие. Вот эти еще тоже, Раджеш, неплохие. Вот эти. Видишь, нету никаких бляшек. Тоже такая интересная. Ну, кстати, Раджешу совсем нелегко подобрать обувь. Он такой капризный, можно сказать, человек. Ева Лапидель Хлоуинка Сайс. Ему очень редко прям что-то подходит. То есть, чтобы что-то выбрать для него, то есть 10-15 надо перемерять, пересмотреть, чтобы ему что-то понравилось. Вот эти тебе нормально, понравились? Да. Граво, Вальгератушка. Антон Касмин. Что-то еще предлагаю. Другая модель. Тоже интересная. Ну как? Как по удобству, Раджеш? Ну, первый раз ты встал, это значит, прям тебе понравились, потому что до этого... Ну и что? Чуть-чуть то везде видны носки, Раджеш. Никаких бляшек нет, как ты хотел. Вот эти тоже были неплохие, и те тоже были неплохие. Бакиви дыхаду инки сайзмедюбе. Ева Лиша не дыхай уна? Не дыхай уна. Не табарам отдыхаду. Большой размер, говорит я. Говорю, тогда не показывайте смысл показывать. У Раджеша очень тонкая, худенькая такая, нога мелкая, поэтому ему нужно, чтобы размер прям вот идеальный был. Ещё какие-то предлагают. Говорит очень хорошего качества, видите, прямо как выкручивает и говорит, это очень хорошее качество. Нигде не поломаются, не помнятся очень типа супер мягкие, как на каждый день, то что мы хотим для мужа. Потому что ему целый день ходить по госпиталю, поэтому ему, конечно, нужно, чтобы идеально, идеально подходило. Раджешу не нравится, что немножко видны носки. Вот эти они ещё не давали тебе померять. Размер. Инкасайз, дыхло. Я пока пойду посмотрю, Раджеш, здесь немножко поснимаю. Пока ждём размер. Какие вот индийские модели самые любимые мужчинами, скажем так. Ну и не только мужчинами, а и женщинами. Посмотрите. Это, конечно же, самые обычные шлёпки. Вот такие вот шлёпки и сандалии. Субтитры делал DimaTorzok